СБУ плюс ГУР и плюс ЦРУ The Washington Post выдала огромную статью о сотрудничестве Центрального разведывательного управления США и украинских спецслужб. Информацию журналисты получили, проведя более 20 интервью с действующими и бывшими украинскими, американскими и западными разведчиками и представителями службы безопасности. Оказалось, что ЦРУ с 2015 года очень продуктивно работала над развитием украинских спецслужб и потратила на это десятки миллионов долларов. Даже сейчас в Киеве базируется определенное количество лучших сотрудников ЦРУ. Американцы помогали организовать обучающие центры для украинских спецагентов. Они находились за пределами Киева. Там подбирали подходящих кандидатов и обучали их сотрудники ЦРУ. План заключался в формировании подразделений, способных действовать за линией фронта и работать в качестве секретных групп. ЦРУ предоставила оборудование для слежки. Даже предоставила форму боевиков псевдореспублик для облегчения проникновения оперативников. ЦРУ также занималась обучением и оснащением Главного управления разведки Украины, которое насчитывало около 5000 сотрудников и, по мнению ЦРУ, было более перспективным для реформ, чем СБУ, так как оно было меньшим по сравнению с СБУ и имело преимущественно молодой персонал, а не бывших сотрудников советского КГБ. ГУР, по словам американских чиновников, было построено с нуля, включая помощь в приобретении систем слежения и новых штаб-квартир, так как старые могли быть скомпрометированы. Как рассказал бывший высокопоставленный сотрудник ГУР, с помощью новых возможностей они могли перехватывать от 250 тысяч до 300 тысяч отдельных сообщений в день от российских военных и сотрудников ФСБ. Однако сейчас ЦРУ пытается дистанцироваться от некоторых операций Киева по ликвидации врагов Украины. Кроме того, как утверждает The Washington Post, сотрудники ЦРУ не сопровождали сотрудников СБУ и ГУР в операциях. Украина избегала использование оружия или оборудования, которое могло бы привести к источникам США. И даже потоки финансирования были надежно скрыты. В течение последних 20 месяцев СБУ и ГУР организовали удары по Крымскому мосту, атаку беспилотника на Кремль, десятки ликвидаций представителей российских оккупационных властей, коллаборантов и военных офицеров. Но, как утверждают официальные лица в интервью журналистам, СБУ и ГУР старались избегать случайного вреда гражданским лицам даже во время ликвидаций, в то время как российские атаки унесли жизни и ранили тысячи украинских граждан. Среди уничтоженных и украинские западные чиновники называют военного корреспондента, которого ликвидировали в кафе в Санкт-Петербурге, а также бывшего командира российской подводной лодки. The Washington Post также раскрыл подробности, возможно, одной из самых значимых спецопераций украинских спецслужб – покушение на одного из главных врагов Украины – начальника российского генштаба генерала Валерия Герасимова. СБУ получило важные разведывательные данные для этой операции, благодаря которым была совершена попытка убийства высокопоставленного российского офицера Валерия Герасимова. The Washington Post даже узнал, как взрывное устройство попало в автомобиль идеолога путинизма Александра Дугина. В результате взрыва этого устройства была ликвидирована его дочь – пропагандистка Дарья Дугина. Оказалось, что взрывное устройство было надежно спрятано в переноске для кошки, которую перевезли через российско-украинскую границу. Эти атаки на российских деятелей вызывают дискуссии среди чиновников западных спецслужб. Но интересно отметить мнение бывшего высокопоставленного сотрудника ЦРУ, которое приводит The Washington Post как комментарий к работе украинских спецслужб. Этот представитель американской разведки заявил, что в настоящее время наблюдается появление разведывательных служб, напоминающих МОСАД в 1970-х годах.